Поехали На сцене Магнитогорской консерватории не профессиональные артисты, а медицинские специалисты, сотрудники учреждений Центра охраны материнства и детства. В зрительном зале их друзья и коллеги. Это видеокадры с первого в своем роде капустника, организованного врачами, медсестрами в честь Дня медицинского работника. Тема для шуток тогда была выбрана актуальная. Демографический взрыв, повышение рождаемости. И это не случайно. На сегодняшний день самая актуальная тема – это, конечно, демографическая проблема и рождение здорового ребенка. Для этого в 2020 году и была создана система ЦОМИД, которая включила в себя два родильных дома, женские консультации, детские поликлиники и стационар. На капустнике медицинские специалисты поднимали важные темы и, конечно, говорили о фактах. Магнитогорск своим уникальным подходом к вопросам охраны детского здоровья качественно отличается от подобных в стране. И это уже тема для серьезного обсуждения. Напомним, ранее детские медучреждения города были представлены четырьмя самостоятельными структурами. В рамках национального проекта для улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи губернатором области Алексеем Текслером было принято решение о реорганизации детской городской больницы в форме присоединения к ней родильных домов с женскими консультациями и межрайонным перинатальным центром, отделениями перинатальной диагностики и трех детских поликлиник. В городе появился Центр охраны материнства и детства. Сейчас в детских учреждениях здравоохранения Магнитогорска наблюдаются более чем 90 тысяч юных жителей города и около 50 тысяч детей из близлежащих районов. А начинается забота о подрастающем поколении самого важного – ведение беременности женщины. По адресу Карла Маркса 97 в городе находится женская консультация, которая обслуживает весь Магнитогорский городской округ, а также Агаповский, Верхнеуральский, Кизильский, Ногайбакские районы. Основой работы учреждения является оказание высококвалифицированной профилактической и лечебно-диагностической помощи женщинам, а также активная просветительская работа. Специалисты двух кабинетов здесь занимаются исключительно диагностикой врожденных пороков развития плода. Мощность женской консультации – 188 посещений в две смены. Прием на участках ведут высококвалифицированные врачи. Сложно представить, что еще совсем недавно разглядеть малыша в подробностях на мониторе было практически невозможно. Сегодня оборудование учреждения отвечает всем требованиям и стандартам. Нововведения очень радуют будущих мам. Оборудование, конечно, намного изменилось, стало лучше. Если раньше были только темно-серенькие фотографии, где малыша практически было не видно, сейчас появились 3D-оборудование, которое мы видим на экране полностью как новорожденного ребеночка. И плюс можем видеть все какие-то патологии различные. Все это намного улучшилось. Татьяна Сидорова оценивает прогрессию с высоты опыта. Эта беременность для нее уже третья. Ждем девочку. Ждем уже в конце августа, осталось совсем немножко. Оборудование постоянно обновляется. Этим летом в консультации появился четвертый УЗИ-аппарат, современный и высокотехнологичный. Ура! Событие это было в буквальном смысле встречено овациями всего коллектива. Специалисты рассказывают, с помощью этого оборудования обследование женщин вышло на еще более высокий уровень. Этот аппарат предназначен, он тоже широкого спектра действия, но там есть специальные функции для исследования молочных желез. Значит, сами знаете, что правильный рак молочных желез более чем актуально. Причем, чем более развитая страна, тем более актуальна эта проблема. На аппарате для такого рода исследований есть датчик. Также установлена специальная программа – эластография. Это такая функция аппарата, которая позволяет определять не только наличие опухоли, но какая она по консистенции, какая она, возможно, по злокачественности. И своевременно, то есть, отправлять женщину к специалисту. Сергей Серман, врач ультразвуковой диагностики, специалист с 28-летним стажем на наших глазах, провел на аппарате первое обследование и заключил – работать с техникой – одно удовольствие. Кстати, новые УЗИ-аппараты в этом году получили также Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков «Ювентус» и Акушерский стационар. Это стало возможным благодаря поддержке руководителей нашей области, губернатора Алексея Леонидовича Тектора, Министерства здравоохранения и, конечно, благодаря руководству Центра охраны материнства и детства. В родильном доме номер 2, кстати, установлен уникальный портативный аппарат. В нем есть программа кардиология новорожденного и встроенный кардиодатчик. То есть на этом аппарате можно смотреть сердце, измерять все сосуды, все скорости кровотока, все камеры у новорожденного ребенка. Рассказывает о преимуществах и демонстрирует возможности оборудования Ольга Чуканова, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных. С помощью УЗИ-аппарата специалисты могут проводить исследование сердца недоношенных детей весом от 500 граммов. Также он предназначен для осмотра беременных женщин и молодых мам. Здесь, в этом кабинете, мы смотрим в основном послеродовых женщин. Осмотр на третьи сутки, осмотр матки, области придатков. Очень хороший аппарат, очень хорошая картинка, все видно, все понятно. Статус перинатального центра родильный дом номер 2 получил в 2012 году. Сейчас в нем рожают не только жительницы Магнитогорска, но и близлежащих районов. Его пациентки, в том числе, женщины со сложным течением беременности. Новый аппарат ультразвуковой диагностики – это не единственное новшество, которое появилось в учреждении в этом году. Об этом приобретении специалисты отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных говорят – это просто какой-то космос. Новый кювес появился в медучреждении несколько дней назад. Накануне съемок были закончены работы по сборке и подключению. У нас радостное событие. Мы получили кювес «Атом» прямо из Японии. Он очень современный. Мы просто счастливы. Интенсивный кювес для выхаживания от 500 грамм. Этим детям нужно создать условия, как у мамы, в животе. Влажно, темно и тихо – это три условия, которые необходимы недоношенному малышу. Новый кювес-трансформер – это единственный аппарат, который позволил совместить открытое реанимационное место и закрытый инкубатор. Он оснащен системой сервоконтроля влажности, а система циркуляции обеспечивает равномерное движение потока теплого воздуха. В новом кювесе встроенный аккумулятор. Если отключение электроэнергии, кювес будет работать. Здесь есть аппаратаймер. Добавилась функция. И сигнальная система добавилась. Наши медицинские сестры очень довольны. Встроенная стойка. Раньше ее не было. Дозаторов бывает 6-7 дозаторов, потому что эти дети нуждаются в инфузии. Теперь в отделении 6 кювесов для выхаживания. Из них 4 предназначены для малышей с экстремально низкой массой тела. Кроме инкубатора в отделении появились и новые устройства обогрева новорожденных. В январе мы еще получили два столика с подогревом, один стол с функцией фототерапии. Очень удобный. Уникальная техника. Высококлассные специалисты. Это то, что позволяет учреждениям Центра охраны материнства и детства оказывать помощь на самом высоком уровне. То, что позволяет спасать самые маленькие жизни. Здесь очень хорошая база в плане семьи. То есть у нас консультация не оба акушерских стационара. Они ориентированы на участие семьи и в вынашивании беременности, и в родах. Очень популярно ультразвуковое исследование супругам. Посещение акушерогинеколога особенно первичное. С супругой. Мужчины, между прочим, очень подкованы. Все знают. Они задают очень интересные вопросы. По поводу того, что им предстоит вместе с супругой, да, есть курсы подготовки к родам. Они абсолютно бесплатные. Пожалуйста, ходите. Значит, в родильных домах можно присутствовать на родах. Помогать жене. Женщина рожает в индивидуальном родзале. То есть, пожалуйста, хотите с мамой, хотите с мужем, хотите с сестрой, пожалуйста, приходите. Ковидные ограничения сейчас пока, слава богу, сняты. Одни из первых мы в области стали вот это все внедрять в практику. Именно роды на ориентирование на участие семьи. То есть это город Магнитогорск, этим нам нужно гордиться. Важно отметить, большая работа идет с будущими мамами и молодыми родителями в Центре материнства благотворительного фонда «Металлург». С 13-й недели беременности работницы Магнитогорского металлургического комбината и группы компаний получают психологическую помощь, укрепляют иммунитет, учатся навыкам общения с новорожденными и способом ухода за ними. Такая программа социальная, которая есть в нашем комбинате, нет ни в одном городе России и нет ни в одном городе мира. Социальная программа по поддержке беременных женщин – это супер. Когда женщина работница комбината может в 13 недель уйти практически в декретный отпуск. Она не работает, она посещает только центр материнства, она получает полную заработную плату и занимается только поддержкой своего здоровья и плюс профилактикой всяких патологий у своего ребеночка. Это супер. После того, как ребенок выписывается из родильного дома, о его здоровье начинают заботиться специалисты детских поликлиник. Как мы уже говорили, в состав Центра охраны материнства и детства таких учреждений входит три. В поликлинике номер один прикреплено все детское население Левобережья. Это 10 тысяч пациентов, из них малышей до года 350. Территория большая, однако трудностей не возникает. Укомплектованность специалистами составляет почти 100%. Обеспечено учреждение служебным транспортом, с помощью которого осуществляется выезд к детям на дом. Тема рождаемости, она на сегодняшний день очень актуальна, поэтому хочется осветить тему наблюдения детей с первых дней жизни в детской поликлинике. Дети, переведенные с роддома домой, они в первые же дни осматриваются участковой службой, где медсестра и врач знакомятся с семьей, с ребеночком. Знакомимся, смотрим ребенка, собираем анамнез, и тут как бы вот начинается наша длинная-длинная дорога. Мы смотрим динамику, прибавки веса, даем советы родителям по уходу. Кто-то родители уже хорошо все знают, кто-то задает много вопросов. Стараемся ответить на все. Раз в неделю до достижения месячного возраста ребенка в обязательном порядке навещает педиатр. Это уникальная практика. В месяц все дети приходят в стены медучреждения на обследование, которое включает в себя осмотр и консультации невролога, офтальмолога, ортопеда, хирурга и педиатра. Всех специалистов мамы и малыши проходят в течение часа. Проводят малышам и инструментальные обследования. Это УЗИ органов брюшной полости, головы, тазобедренных суставов, сердца. Также подробно изучают здоровье малышей на годовой комиссии. Согласно национальному календарю, детям проводится вакцинация. И, конечно, с каждой мамой ведутся индивидуальные беседы на самые актуальные темы. Например, связанные с введением прикорма. Обеспечиваются детки с 6 до 9 месяцев кашками, с 6 месяцев творог и с 8 месяцев кефир. Кисломолочная продукция. Хочется особенно отметить, что министерство нашей области бесплатно обеспечивает питанием детей до года. Это адаптированными молочными смесями. Всем деткам с фоновыми заболеваниями. Если возникают какие-то вопросы, что-то нам не нравится, какие-то отклонения, у нас есть заведующая отделением Елена Владимировна Акимова. Хороший доктор, прям вообще великолепный человек, специалист. Всегда можно обратиться. И мы обращаемся за помощью. В этом году у нас большой прирост именно вот среди многодетных рожают по пятому, по четвертому, по третьему ребеночку. Хорошие семьи, дети желанные, уход за ними соответствующий. Родители не боятся. Видимо, все-таки еще и поддержка государства сыграла большую роль. Так, вот у нас пришли такие красивые, с заколочками, да? Так, 43 окружность головы. Татьяна Лапонова – одна из таких многодетных мам. Сегодня она пришла на прием с шестимесячной дочкой. Полина уже четвертый ребенок в большой и дружной семье. Вот эти уночки, переворачивается, да, и грузку берет. Ну что такое? Понимаете? 45 груз. Так, все, мой хороший, все-все-все. Со старшими детьми многодетная мама тоже наблюдалась в этой поликлинике. Рассказывает, ей очень нравятся отношения специалистов к детям и родителям. Мы очень довольны. Мы очень любим нашего доктора. Всегда на связи, всегда поможет, всегда ответит. Все многодетные мамы, благодаря в том числе заботе медицинских специалистов, уверены в себе и в том, что справятся с любыми трудностями. Мамой быть вообще отлично. Вообще бояться вообще не стоит. Ни социально, ничего не стоит бояться. Все можно преодолеть, это вообще ничего не страшно. С детьми интересно, с детьми весело. Всегда есть чем заняться, мы никогда не грустим. Дети же это счастье вообще. Куда такая красота растет? Вот сидит, вон счастье. Детский сад, школа, колледж, университет. Дети растут и в любом возрасте получают высококвалифицированную медицинскую помощь. В учреждениях Центра охраны материнства и детства работают лучшие специалисты. Стаж многих из них исчисляется десятилетиями. Сейчас мы видим достойное кровоснабжение органов, отсутствие каких-то патологических включений. И можем четко сказать, что человек или ребенок абсолютно здоров. В марте 2000 года в Магнитогорске был создан Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков «Ювентус», который обеспечивает специализированной медицинской, гинекологической и уроандрологической помощью почти 14 тысяч детей от 0 до 18 лет из Магнитогорска и близлежащих районов. Совершенно бесплатно мальчишкам и девчонкам оказывается весь спектр медицинских услуг в рамках клиники одного дня. Также в учреждении ведется профилактическая и учебно-просветительская работа. А техническая база постоянно пополняется новейшим оборудованием. В арсенале Центра современный цифровой флюорограф, оборудование для быстрых и точных лабораторных исследований, кардиовизор, авторефрактометр. Современный УЗИ-аппарат, который появился здесь в текущем году, стал одним из самых ценных приобретений. Высокое разрешение, множество функций, новое оборудование открыло новые возможности. Новый аппарат позволяет нам максимально быстро обследовать щитовидную железу, молочные железы, органы брюшной полости, мочевыделительную систему и половую систему, ровно как по гинекологии, ровно как и по урологии. Работает в формате от 15 до 20 человек в смену. В Ювентусе новая техника уже активно работает и есть уже первые пациенты, которым она очень помогла. Последние два случая. Девочка с болевым синдромом не за живота. Приходит, болевой синдром уходит. Сделали ультразвуковое исследование малого таза, поставили диагноз перекрут яичника максимально быстро. Девочку транспортировали в стационар Центра охраны материнства и детства. Да, действительно, перекрут яичника, который мы вовремя очень быстро смогли соперировать и сохранить, а в реальную ткань сохранить яичник. Во втором случае девочки после обследования поставили диагноз порог развития матки. Пациентка также была оперативно передана в руки хирургов-гинекологов. Реальные случаи, которые показательны и которые заслуживают внимания. Каждая детская жизнь, здоровье каждого ребенка для специалистов Центра охраны материнства и детства – высочайшая ценность. Врач высшей категории, главный акушер-гинеколог города Татьяна Рядчикова подчеркивает, многое, конечно, зависит от квалифицированных кадров и условий, созданных в медицинских учреждениях благодаря поддержке города, области и комбината. Хочу сказать большое спасибо и комбинату, и Виктору Филипповичу Рашникову, который нам и аппараты ИВЛ, когда нигде еще в городе не было детских ИВЛ, были подарены нам вот эти вот аппараты, и инфузоматы, и новые аппараты УЗИ экспертного класса. Министерство здравоохранения Челябинской области уделяет очень большое внимание тому, чтобы наши родильные дома были на должном уровне. Демографическая ситуация – это объемная характеристика всех происходящих общественных и социальных процессов. За сухими цифрами стоят судьбы людей, принятые ими серьезные решения, ювелирная работа медицинского персонала. В год в Магнитогорске рождается порядка пяти тысяч детей. Много это или мало? Однозначный ответ дать трудно. Роста рождаемости нет, но нет и резкого спада. А еще важно понимать, что показатели рождения здоровых и крепких малышей в городе стабильно высоки. А значит, главная задача медицинскими специалистами и благотворителями выполняется на оценку «отлично». Значит, все делается не зря. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзон Дима Торзон Продолжение следует...